Очень опасно вот так вот переполненную чашку на ноутбуком носить, но работа блогера, она в целом связана с опасностями. И одна из таких опасностей, плохо говорить об очень популярных вещах. Как же замечательно, что сегодня я буду говорить хорошие вещи о третьем Ведьмаке, потому что буквально сегодня 19 мая, и ровно 7 лет назад вышел третий Ведьмак. Третий Ведьмак очень важная, очень значимая игра, о которой можно говорить практически бесконечно. И можно было бы, знаете, в очередной раз сказать, что вот Ведьмак, это там великая игра, она вышла, она все изменила, изменила жанр. Но у меня есть куда более интересная тема для разговора, касающаяся третьего Ведьмака. Так уж получилось, что я буквально только что перепрошел третьего Ведьмака с дополнениями. И не просто перепрошел, я попытался его задрочить. То есть, так сказать, вложил в игру очень большое количество времени, изучил все ее элементы и проникся от начала и до конца. И у меня образовалось просто запредельно огромное количество мыслей. Именно о восприятии третьего Ведьмака спустя 7 лет после его выхода. 7 лет, друзья мои, это очень, это огромный срок. Это очень и очень и очень много времени. 7 лет назад канала Рестарт еще по факту не существовало. 7 лет назад многие из вас, может быть, еще даже в школу не ходили, или наоборот ходили в школу, а сейчас у вас совершенно взрослая жизнь, может быть, уже там двое или трое детей. И вот что интересно, спустя эти безумно долгие 7 лет, Ведьмак 3 Дикая Охота до сих пор ощущается и выглядит лучше большинства новых игр. И это очень многое говорит о нашей индустрии и о ее состоянии. Но давайте обо всем по порядку. ВЗРЫВ В общем, да, как-то так получилось, что несколько месяцев назад моя подруга наткнулась на третьего Ведьмака и начала его проходить. И я прям как в том меме сначала где-то около двери терся, смотрел, заглядывал в щелку под дверью, ну а потом, собственно, открыто зашел и такой сказал, я хочу в этом участвовать. Потому что третьего Ведьмака я, собственно, проходил 7 лет назад. Знаете, вот это вот ощущение, когда ты вроде с одной стороны не заинтересован, потому что скоро выходит большое обновление под Next Gen для Ведьмака. Я ждал его, но как-то так получилось, что я вот смотрел, смотрел на это все и просто залип. Меня там начали просить, ой, а пройди мне этого сложного босса, а пройди мне этот сложный момент. И вот уже я прохожу третьего Ведьмака. И да, я пытался задрочить его, я пытался собрать все вопросики на карте и выбить платину. Но, естественно, у меня это не получилось, потому что выбить все вопросики — это, блядь, безумие. А с платинами там всегда сложно. Этот квест почему-то сломался, этот почему-то не прошелся, тут платина сломалась, тут что-то забаговало. И, в общем, это все не имеет значения. Суть в том, что я вложил в игру, не знаю, часов 120, наверное. Проходя как бы основную игру, два дополнения и еще многие-многие-многие часы, слушая подкастики и задрачивая open world. И знаете, третьего Ведьмака его как бы долго можно обсуждать там механики, насколько что работает, насколько что полезно, баги там, управление неудобное, платва все время везде застревает. Это все да, это все можно очень и очень долго и очень сочно обсуждать. Но есть вот такие вот игры, которые ты включаешь, и они моментально захватывают твое внимание, и ты просто не можешь оторваться. И третий Ведьмак — это определенно одна из таких игр, даже несмотря на все его проблемы и недоделки. И, в общем, да, да, я спустя 7 лет перезадрочил третьего Ведьмака и потратил на это кучу времени. И я же не могу просто поиграть в игру в свое удовольствие. Кто работать-то будет? Так что вот он, Ведьмак 3, спустя 7 лет. На летних презентациях, которые вот прошли в июне, показали очень много хороших игр. И очень многие из этих игр сделаны на движке Unity. Те же Skate Story, Cult of the Lump, Card Shark и многие другие. А из недавно вышедшего на нем работают отличный Tunic и Neon White. Unity очень гибкий и востребованный движок, и на нем делается очень много как инди, так и триплэй игр. Он просто в освоении, он кроссплатформенный, и это отличный вариант, если ты хочешь начать карьеру в разработке игр. Так что наши друзья из онлайн-школы Skill Factory приглашают у вас на курсы разработчик игр на Unity Pro. На курсе вы полностью погрузитесь в разработку игр, изучите весь процесс от разработки концепции игры и до выпуска ее в Story. Вы научитесь работать с Unity на продвинутом уровне, программировать на C-Sharp, изучите асинхронное программирование и основы 3D-моделирования. На курсе вы сделаете 7 игр разных жанров, и они сразу пойдут вам в портфолио. 3D-платформер, спейс-шутер, гонки, tower defense, многопользовательские танки, шутер от первого лица и самое главное, ваша собственная игра в любимом жанре. Опытные наставники из индустрии будут вести вас на всем процессе обучения, ответят на возникающие вопросы и дадут обратную связь по домашним заданиям. Так что с курса вы выйдете полностью готовым к настоящей работе. У вас будут знания и навыки уровня мидл-разработчика. Ну а карьерный центр как раз поможет вам в трудоустройстве. Средняя зарплата разработчика игр на Unity в России 120 тысяч рублей. У SkillFactory отличные отзывы, и сегодня это действительно один из самых сильных курсов по изучению движка Unity. Это отличный способ получить востребованную IT-профессию, вкатиться в геймдев или просто сделать игру мечты. Так что переходите по ссылке в описании, а по промокоду RESTART вас ждет скидка 45%. Я жду ваши гениальные проекты. Надо понимать, что 7 лет назад индустрия видеоигр все-таки заметно отличалась от того, что мы имеем сегодня. В тот момент ААА индустрия еще не до конца была потеряна, выходило много реально крутых игр. И Ведьмак 3, ну он как бы да, он соответствовал уровню солидной, современной, крутой, хорошей игры. Такой, знаете, усредненный ААА. Но Ведьмак 3 очень зашел людям благодаря сюжету, квестам, вот этой вот славянской мифологии, душе и прочим замечательным вещам. То есть, да, он был нормальной игрой того времени, но у него было чем выделиться. Да, у него были баги, да, у него были проблемы, но все-таки мир большой, квесты есть, механики работают, сюжет интересный. Так что на тот момент людям зашло. Однако сегодня ты смотришь на третьего Ведьмака, и это прямо какая-то невозможная игра мечты. Сегодня такая игра просто не может выйти. Я вам сейчас поясню почему. Во-первых, игре до 7 лет. И она по-прежнему, по графону, выглядит вполне на уровне, ну вот, современных, новых игр, которые выходят сегодня. В том числе каких-то там эксклюзивов PlayStation 5. Вышло вот Horizon West Coast Customs. Вы видели, как там волосы у Элой лагают? У Геральта почему-то 7 лет назад на PlayStation 4 еще с волосами все было нормально. Ну и да, я, собственно, играл на PlayStation 5, вы уже могли об этом догадаться. Вся вот детализация персонажей, насыщенность окружающего мира, его разнообразие, эффекты, погода, вот все это до сих пор на топовом уровне. Ну, разве что можно сказать, что анимация, наверное, местами хромает. Но, опять же, в 2015 CD Projekt Red это были какие-то поляки. Это сегодня они вот, вот, корпорация, которая как бы делает ААА-игры. Тогда просто какие-то стремящиеся ребята из Восточной Европы. Да и в общем-то, если так прикинуть, то для большой RPG с миллионом диалогов не обязательно записывать motion capture для каждой катсцены разговора с каким-то рандомным крестянином, который тебе рассказывает, что у него спина ноет, и это к грозе. В той же трилогии Mass Effect было все примерно на том же уровне, а это все-таки игра от мегакорпорации. То есть, сюжетная катсцена сделана топово, а разговоры с рандомными бомжами, ну, как получилось, склеили из имеющихся анимаций. Вообще, поражает вот чисто количество, сколько всего было сделано для игры. Какие-то миллиарды нарисованных иконок для всех факелов, камней, черепов, праха и так далее. Тысячи рандомных анимаций крестьян, все чем-то заняты. Все вот эти вот деревеньки, они просто поразительны. Все эти покосившиеся избушки, полуразрушенные башни, замки, грязный вонючий новиград со шлюхами. Тут вот кирпичи отваливаются, тут улочка с алкашами, тут кот сидит, а вот птички полетели. Ну, просто красота. Каждая комната, что в городах, что домики в деревнях, все они завалены миллиардом мелких мелочей. Какие-то тарелки резные, какие-то ложки в вилке лежат, книги раскиданы, инструменты. Ну, это можно разглядывать бесконечно. Однажды я, короче, бродил, не помню уже где, и нашел такую огромную цаплю, такой колодезный рычаг. И я видел такие штуки в реальной жизни, но я не знал, зачем они нужны и что они делают. И мне даже пришлось гуглить. И да, я узнал, что это такой инструмент, чтобы как бы в колодец опускать ведро. Правда, в игре эта фигня стояла не у колодца, а просто около реки. Зачем это там стояло, я понятия не имею. Немного не додумали, но тем не менее, эту цаплю они нашли и в игру вставили. То есть, сколько же работы они вообще проделали, изучая вот эту Европу средних веков и вырисовывая ее в игре. Всю вот эту вот архитектуру, разруху, письмена, быт крестьян, все средневековые гаджеты. Просто поразительно. Единственная игра, где с таким же тщанием, вот лично по мне, был выстроен мир, это, наверное, Red Dead Redemption 2. Да и то, на самом деле, там как-то не на таком уровне все это было сделано, и там вещи более привычные для нас с вами. Ну, то есть, Red Dead Redemption это, наверное, конец 19 века, а Ведьмак 3 все-таки 13, и жизнь там была совсем другая. Я понимаю, что Ведьмак 3 это типа фэнтези, но по факту это же средневековая Польша. И они в игре не один раз говорят о том, что вообще-то на дворе 13 век, женщины уже могут заниматься чем захотят, прогрессивное общество. Как-то раз я отрезал хвост жеребцу графа Бавё и получил полтора года, а в этот раз насрал в парадный шлем маршала Делистака. Дело серьезное. Три года. Три года тишины и спокойствия. А как выпустят меня, так я снова какую-нибудь пакость учиню. Такие мои планы на жизнь. Карьерные виды, можно сказать. Меня вот просто чисто поражает количество вещей, сделанных в третьем Ведьмаке вручную. Сколько тут разной брони, вся детализирована до заклепки, а уж сколько разных мечей, это просто пипец. Я к сотому часу игры все продолжал и продолжал находить новые. Отдельный разговор это враги. Это, конечно, далеко не Элден Ринг, но открываешь бестиарий и выпадаешь в осадок. Столько разных монстров было придумано и воссоздано из мифологии для игры. И причем у каждого же есть какая-то своя история, какой-то лор, какой-то бэкграунд, какие-то аналоги из реальной жизни. Все это какие-то реально существующие легенды, которые были адаптированы под мир Ведьмака. И у каждого же монстра есть свой определенный мувсет, свое поведение. И с ним надо определенно воевать, использовать нужные гаджеты и так далее. Опять же, не Элден Ринг, и мы немножечко об этом поговорим чуть-чуть позже, но работа была проделана просто огромная. В общем, я все это к тому, что, опять же, мне кажется, что сегодня игру такого масштаба и такого количества вручную сделанного контента, ну никто не возьмется сделать. Это какое-то безумие. Даже тот же Cyberpunk 2077 от тех же CD Projekt Red и рядом не стоит. По количеству вот именно вручную сделанного контента для игры. Да, он все еще очень красивый, очень детализированный, и там все еще очень много всего, но это не тот уровень. И это одна из причин, почему мир Ведьмака 3 ощущается таким живым. Ты просто намного реже встречаешь повторяющиеся штуки. Ты вот, как в других играх, не натыкаешься на 10 одинаковых лагерей бандитов. Ты не ощущаешь схематичности. Даже когда ты начинаешь от нефиг дела бегать по вопросикам и находить такие эти лагеря бандитов, они все разные, они все вручную сделаны. Где-то ты найдешь пленника, где-то там найдешь дополнительный квест, у каждого ты найдешь записочку, где будет рассказано, почему же эти бандиты здесь сидели и какой у них бэкграунд. Зачастую ты найдешь там новый квест, то есть всегда есть что-то новое, что-то сделанное вручную. Почти как Скайрим со своими там тремя миллиардами вручную сделанных пещер. И тем самым environmental storytelling. И тут мне хочется сказать несколько слов о движке Red Engine, от которого поляки недавно отказались. Unreal, он безусловно, дает огромные возможности и в нем самые передовые невероятные технологии, которых ни у кого больше нет. Unreal позволяет застримлайнить очень сложные процессы и в итоге дать очень красивую картинку, облегчая работу разработчикам. И что самое важное, для него намного проще найти специалистов, можно просто нанять людей с улицы. Потому что для Red Engine надо будет тренировать каждого человека с нуля, и это большая проблема. Особенно в динамичном современном мире, где немногие хотят сидеть там в одной компании 20 лет и дрочить один и тот же движок. Но, серьезно, мне кажется, я уже раз 7 сказал это в этом видосе, но Ведьмак 3 до сих пор в версии для PlayStation 4 выглядит лучше большинства новых игр. Да, я понимаю, я играл на PlayStation 5, и на PlayStation 5 запускается версия для PlayStation 4 Pro, то есть как минимум высокое разрешение нормальное, картинка четенькая. Но, все равно, игра сделана на вырост, как, кстати, собственно, и Cyberpunk 2077. Есть вот этот вот эффект Крайзиса, да? Когда выходил Крайзис в 2007, никто не мог запустить его на максимальных настройках нормально, и у нас даже появился мем, а вот запустит ли это Крайзис. Когда же вышел Cyberpunk 2077, и внезапно оказалось, что он ни у кого толком не работает на максимальных настройках, все почему-то начали ныть о плохой оптимизации. Почему-то никого не интересовало о том, что игра там невероятно насыщенная, очень большие комплексные локации, огромное количество NPC, там искусственный интеллект. То есть это все очень сложно, и для этого нужны очень мощные компьютеры, которые есть мало у кого. И даже когда люди это понимали, они начали задаваться вопросом, а почему, собственно, вы это сделали? Почему это я покупаю комп там за 10 тысяч долларов и не могу поставить максимальные настройки графики? Так вот же почему. Чтобы спустя 7 лет игра выглядела все еще лучше большинства новых игр. И не то, чтобы Ведьмак 3 в момент выхода там на средне-низких настройках выглядел плохо. Кстати, у CD Projekt'а в тот момент, вот в 2015-м, была такая же проблема, как у Cyberpunk. Ведьмака 3 планировали выпускать на PlayStation 3. Но в последний момент они отказались от этой идеи, увидев, насколько же пососно на PlayStation 3 и Xbox 360 выглядит Dragon Age Inquisition. И это было очень правильное решение. Вокруг игры не было лишних срачей. Разработчики смогли сконцентрироваться на версии для Next Gen. И они смогли отпустить ограничения старых приставок. Поэтому для меня просто запредельная какая-то загадка. Нафига они вообще выпустили Cyberpunk на PlayStation 4? Они уже буквально это проходили. И они преуспели в итоге. Так зачем они наступили на грабли, которые в прошлый раз они умудрились обойти? В общем, я к тому, что Red Engine офигенный движок, и он отлично скейлится со временем. И Ведьмак офигенно смотрится. И я уверен, что когда наконец выйдет обновленная версия там с Ray Tracing'ом, сегодня, кстати, объявили, что она выйдет в конце 2022 года, он будет еще краше и заткнет все новые игры еще раз. И то же самое с Cyberpunk'ом. Даже Next Gen'овая версия, даже версия игры на ПК на максимальных настройках, это далеко не предел того, как может выглядеть Cyberpunk 2077. Говорят, это худший город для жизни между двух океанов. Но я люблю на него смотреть. Вот это успокаивает. Но есть еще одна очень любопытная и интересная вещь, касающаяся этого движка. По Ведьмаку 3 и Cyberpunk 2077 можно отлично проследить, что такое движок и как с ним работают люди. То есть вот этот вот Red Engine, он же изначально проектировался под игры от третьего лица. Но даже так, Ведьмак 3 частенько тупит, лагает, выглядит каким-то кривым, косым, Геральт криво бегает, застревает в стенах, анимации тупые, какие-то постоянные ограничения в катсценах и прочее-прочее. Но это касается только основной игры. Если после ее прохождения сразу же сесть проходить дополнение, то сразу видно, насколько лучше они сделаны. Насколько в них меньше недоделок, кривостей, насколько лучше все работает, насколько больше анимацию героев, насколько меньше багов и насколько лучше даже банально выстроен ландшафт. То есть совершенно очевидно, что движок дорабатывался на всем процессе разработки как третьего Ведьмака, так и дополнений Кровь и Вино и Каменные Сердца. И в этих вот мелочах движок становился лучше с каждым годом разработки игры. Cyberpunk 2077 же изначально так же делался, как игра третьего лица. То есть, по сути, они бы дальше работали с тем же самым инструментарием, сделанным для третьего Ведьмака и его дополнений. Но потом, почему-то, было решено делать все от первого лица, и движок к этому вообще не был готов. Им пришлось все переделывать с нуля, все системы анимаций, все взаимодействие с окружающим миром, вообще все. Собственно, из-за этого Cyberpunk 2077 и делали черт знает сколько лет. Им приходилось все эти годы копаться в Red Engine, который вообще не был приспособен для игр такого типа. Им буквально было бы проще и быстрее сделать новый движок для киберпанка. С такой же проблемой, кстати, столкнулись и BioWare во время разработки Anson. Им дали Frostbite, который как бы красивый, крутой, но он был спроектирован под шутаны от первого лица. А им сказали сделать RPG, леталку, игру-сервис от третьего лица. У Frostbite не было даже инструментария, чтобы сделать инвентарь у персонажа, не то что какую-то прокачку и взаимодействие с другими героями. Это буквально, как если бы вам сказали забивать гвозди, но дали бы для этого, не знаю, отвертку. Ну, наверное, технически вы могли бы это сделать. Но зачем? С молотком было бы намного быстрее. Их Red Engine выдавал топовую картинку и отличную производительность, и они постоянно его развивали. И если бы они с умом к этому всему процессу подходили, у них был бы сейчас топовейший движок для четвертого Ведьмака. Так что очень жаль, что они в итоге от него отказались. Однако их все-таки можно понять. Но движок — это, естественно, далеко не все различия между основной игрой и дополнением. Надо сказать, что и сюжет, собственно, в Ведьмаке 3, откровенно говоря, сосет. Я знаю, что это основная причина, почему эту игру любят. Но давайте серьезно. Вот самая центральная история, основной сюжет третьего Ведьмака, основная вот сюжетная ветка. Да, все вот знают там вступление, вы ищете Йеннифер, Эмгир, потом вот эта вот великая, конечно же, история Кровавого Барона, вы приходите в Новиград, там с Трис тусуетесь, потом в какой-то момент отправляетесь на Скеллиге. А дальше... Дальше в основном у всех в головах туман. Я прошел игру только что, и я не помню, что там было по сюжету. Ну, в Зацире было прикольно играть вот эти вот два момента. Ну да, был офигенный момент, где Ведьмаки бухают в Каэр Морхане, и потом пьяные идут звонить чародеекам. Это, да, это топовые моментики. Подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три... Жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу. Потом еще вроде на лодке плывешь на какой-то таинственный туманный остров. Ну, это как бы все, что я помню от игры. И это маленький, крошечный процент этой игры. По-хорошему, вот, откровенно говоря, игру стоило бы закончить после драки в Каэр Морхане. Вот когда вы, значит, идете ко всем своим друзьям, и вы собираете всю эту мощную тусу, чтобы дать отпор дикой охоте. Да и даже в тот момент, на самом деле, игра уже ощущалась немножечко такой подзатянутой. Но оно ведь продолжается. И продолжается. И продолжается. И самое поганое, что из-за кривости движка, и чисто из-за огромного количества контента, которое надо было сделать для основной сюжетной линии, очень многие моменты тупо очень криво играются, и тупо не доделаны. Даже уже в самом начале, когда ты с Кейрой Мец идешь по пещере под куполом, как будто игра вот не была рассчитана на такие мелкие пространства. Ну а драка с чуваком из дикой охоты, это ж вообще трэш. Я уверен, что большинство игроков терпело историю до конца только ради всех остальных элементов, которые были сделаны, ну да, отлично. Персонажи, личные истории, весь этот невероятный красотый мир, новые возможности в геймплее и сайдквест, конечно же. Но сама центральная история, особенно во второй половине, это же какой-то трэш. Подобная погоня за количеством, кстати, испортила и многие сайдквесты. Это в основном касается квестов, где есть какие-нибудь разветвления и разные концовки. У разрабов, ну прям очевидно, не было времени и возможности прописать все это огромнейшее количество квестов подробно и нормально. Придумать нормальные концовки и нормальное разветвление истории. Например, вот есть этот проклятый турнир по гвинту в Пассифлоре. В конце выясняется, что деньги сперли и ты либо разыскиваешь их вместе с какой-то дурой и потом обязан отдать ей половину и нет варианта послать ее к черту, либо квест просто заканчивается. Вот так вот. Типа, какого хера? Я выиграл эти деньги в турнире, я расследовал это ограбление, да она вообще ничего не сделала, пошла она в жопу. Геральт, конечно, с ней потом может переспать и я за него очень сильно рад, но... Четыре с половиной тысячи монет за секс. Броню-то кто будет покупать и апгрейдить? Он что ли? Мне же за все это платить. А в соседней шлюхарне девки, между прочим, по 20 монет всего. Какого дьявола? Нет! Геральт пр***ал все наши деньги, которые мы выиграли в турнире. В буквальном смысле! Очень часто в игре тупо непонятно, как и что нужно делать, чтобы получить желаемый результат. И ты в итоге делаешь одно, с добрыми намерениями, а получаешь совершенно другое и плохую концовку. И таких вот расстраивающих квестов в оригинальной игре достаточно много. И при этом я не могу вспомнить ни одного в дополнение. Сюжет в них меньше, он такой более сконцентрированный, он лучше написан, лучше поставлен, а сайт квесты лучше продуманы. Как же я кайфовал от всего, что происходит, как в каменных сердцах, так и в крови и вино. Вы не представляете, хотя, наверное, многие все-таки представляют. Безусловно, неоспоримо. Самый лучший момент в видеоиграх вообще вот за все годы существования электронных развлечений. Это, конечно же, когда ты идешь на свадьбу, и там можно бухать, приставать к бабам и пи***ть венопасов дрыном. А заканчиваешь ты вечер, держа в объятиях лучшую девочку-писечку в Ведьмаке, Шани. Да? Это было мое громкое признание. Что вы мне сделаете? Грязные Йеннифера-дрочеры и Триса-любы. Что? Куда вы меня пошлете? Вы не сможете. Вы должны будете признать, что Шани лучшая девочка в третьем Ведьмаке. Я вообще считаю, что мы должны составить петицию и отправить ее лично CD Projekt'ом за то, чтобы в обновленной версии Ведьмака вот в конце можно было в Корву Бьянку пригласить не грязную вонючую Йеннифер с своей сиренью, не рыжую эту Трис, вы вообще видели, как она в сериале выглядит, а нашу прекрасную, умную, волшебную, просто невероятно талантливую девочку Шани. И чтобы можно было с ней там остаться навсегда и делать вино и больше никогда в жизни не видеть этих истеричных колдуний. 11 друзей Ушина с похищением дома Барсоди тоже великолепный момент. Но отдельно мне нравится плохая концовка Каменных Сердец. Уговор выполнен и Гюнтер Одим забирает душу Ольгерда. Да, печально, но честно. И все это под такую красивую драматичную музыку. Собственно, в Каменных Сердцах, по мне, добавили лучший трек во всем третьем Ведьмаке. И еще в главном меню очень красивая вокальная песня тоже на русском. Потрясающе просто вообще. Мне не слишком нравится сюжет в крови и вино. Ну, в смысле, он, конечно же, отличный. Но вот сама тематика слишком мелодраматичная. И лично мне не очень зашла. Обман, любовь, предательство. Дэтлов он такой очень классический, трагический, литературный персонаж, который пострадал из-за любви. Но зато как прекрасен сам Тусент и какие же великолепные там сайдквесты. И все это восстановление собственной винодельни, и расстановка доспехов и трофеев, и этот твой лакей дворецкий. Как же это все прекрасно, господи. Почему? Почему они на этом остановились? Почему они не сделали отдельный тайкун про то, как Геральт управляет своей винодельней? Знаете, как в Якутзе 7 ты должен был управлять компанией, которая продает какие-то печеньки? Здесь надо было так же. Я просто хочу умереть и жить в вечность в Тусенте. Мне больше вообще ничего не надо. Я что, многого прошу, что ли? Даже ландшафт, как я уже говорил, в новых локациях сделан намного лучше, чем в старых. И, господи, о господи, как же меня с Келлиги. По нему же просто нереально перемещаться. На каждом повороте затуп, и персонаж застревает либо в заборах, либо в скалах, либо в корягах каких-то. Лошадь? Да просто забудьте. Это бессмысленно. Она каждые 5 метров будет врезаться во что-то. Потом тебе надо плыть на лодке, и это занимает целую вечность, и на тебя еще сирены нападают. Ты пытаешься их сбить из арбалета, и это все просто бессмыслится. Сирены и гарпии – это вообще целая отдельная пытка. Они летают. Их надо сбивать. Но арбалет в Ведьмаке оружие очень сомнительное, с очень низким уроном. Это как мушкет в Бладборне. Это не оружие, это инструмент. Но, так как вокруг скалы, ходить ты можешь только по очень ограниченному клочку камней. Так что, когда ты сбиваешь гарпии из арбалета, они часто падают мимо этой земли. Тебе надо сбить их так, чтобы они упали на землю, и ты мог подойти к ним и добить их. Иначе никак. Ну, разве что ждать, когда они нападут, и сбить их ардем, но это тоже не гарантия. И убежать тоже нельзя, потому что, когда враги рядом, Геральт в боевой стойке. И убежать-то он может, но ты в скалах. Куда тебе бежать-то? Тебе надо по скалам лазать. Но лазать нельзя, потому что, да, о да, на кружочек Геральт отскакивает, вместо того, чтобы залезать на скалы. Поэтому тебе и остается сидеть, расстреливать этих гарпий и молить Бога, чтобы они упали рядом с тобой, а не в воду, откуда они вылезут и снова будут летать. А чья была гениальная идея раскидать миллион вопросиков по морю? Я не представляю. Но этот человек, сука, будет в аду гореть. Вот предположим, ты шизик-перфекционист, как я, и ты хочешь задрочить игру на 100%. С любой open world игрой это вообще очень гиблое, проклятое дело. И я, откровенно говоря, считаю, что вот эти вот платины на плойке надо запретить на законодательном уровне, потому что это хуже героина для некоторых людей. Многие уже от игр давно удовольствия не получают, но они сидят и дрочат эти несчастные платины, потому что они зависимы. Ну да ладно, вот ты такой человек, и ты, значит, хочешь собрать все вопросики. И ты без проблем с удовольствием делаешь это в Белом Саду, в Велине, в окрестностях Новиграда. И вот ты прилетаешь на Скеллиге, и всё, что тебе остаётся, это повесится, потому что это просто невозможно, это настоящая пытка. В общем, да, я всё это к тому, что в DLC на самом деле таких проблем нет. Ландшафт нормальный, все новые враги нормальные, никто не кривой, всё хорошо играется, со всеми интересно драться. Единственные, кто меня раздражали, это Сколопендроморфы, но только потому, что они всё время убегали под землю от меня. Меня задолбало ждать возможности их атаковать. Что касается боёвки, я помню, что в момент выхода игры они тоже было очень и очень много споров. Вообще, огромная проблема боёвки — плохая производительность. Что на PlayStation 4 в момент релиза, что на компьютерах с плохой, что с хорошей производительностью, всегда игра ощущалась какой-то вязкой, тормозной, она плохо игралась. И проблема, лично по моим ощущениям, в input lag. Может, они допилили движок, и отклик стал лучше, я не знаю. Но я помню, что в какой-то момент был патч, который менял систему управления. Они даже в опциях специальный тумблер поставили, старое управление, новое управление. То есть, я, конечно, точно не могу сказать, но мы точно знаем, что над этим работа велась. Но сегодня на PlayStation 5 мне боёвка в целом зашла. Отзывчивая, динамичная, удовлетворительная. Всё играется как и надо. Даже на 30 FPS. Да, вы будете смеяться, но Ведьмак 3 на PlayStation 5 до сих пор работает на 30 FPS. На Xbox Series X уже давно запилили 60 FPS патч. Но из-за анальной системы вот релизов у Sony, где каждый новый релиз должен быть отдельной игрой, нельзя просто фигануть патч. Это должна быть новая игра. Спасибо, Sony. Прокачка, знаки, зелья, масла, подготовка к разным врагам. Это всё и многое другое миксуется с адекватной боёвкой на лёгкой тяжёлой атаке и в воротах. Играть кайфово. К разным врагам разный подход. Особенно это заметно на сложностях повыше. Последняя сложность, это, конечно, прям мазохизм. Это, наверное, только для новой игры плюс. Но третья нормально раскрывает игру. Если тебе тяжело, ты всегда можешь поискать доспехи получше, улучшения для зелий, масла против конкретного типа врагов, погриндить да прокачаться немного. Но это же полноценный RPG, в конце концов. Кто-то, конечно, скажет, что это всего лишь экшончик с сюжетом, но давайте эти вопросы оставим. Это вообще не имеет никакого значения. Не то, чтобы моё мнение имело здесь хоть какой-то вес, но я считаю, что в третьем Ведьмаке достаточно возможностей и вариаций для прокачки, чтобы называть его полноценный RPG. Просто кто-то считает, что RPG это же, ну, ролевая игра, значит, ты должен отыгрывать роль. Кто-то считает, что RPG это где есть циферки и прокачка. А кто-то считает, вот как я, что RPG это когда ты должен сложно выстраивать персонажа. Но тогда в таком смысле Elden Ring получается самое настоящее RPG. А Elden Ring это самый настоящий экшен. В общем, этот вопрос просто не имеет значения, но лично я считаю Ведьмака 3 RPG. Просто здесь ты не тупо дрочишь на циферки, как в тех же Ассасинах, знаете, и с каждым уровнем циферок становится всё больше. На высокой сложности здесь ты должен изучить врага, конструировать необходимые билды по способностям и оружия для разных ситуаций. Но самое удовлетворительное, это, конечно, зачаровать мечи под рассечение рунами, прокачать вихрь и превратиться в настоящую мельницу смерти. Летаешь такой в толпу врагов и режешь всех в радиусе трёх метров. Наблюдая, как от врагов конечности отлетают, как я это обожаю, такой кайф. Вот оно, лицо психопата. Ну и добивающие анимации на людях лично мне никогда не надоедят. Очень они уж сочные и стильные. Короче, в геймплейном плане, мне кажется, игра держится молодцом. Хоть и немного раздражают попытки в кинематографичность вот при базовом управлении Геральтом и Платвой. Ну, вы знаете, тут же нельзя просто развернуться и пойти в другую сторону. Надо, чтобы все анимации проигрались. И Геральт вёл себя как живой. Так что персонаж делает три шага влево для этого и застревает в соседнем углу. Ещё я так и не понимаю, нафига они оставили возможность поджигать все свечи и факелы в игре. Всё время мискликаешь на них, это бесит. Но, в принципе, к этому адаптируешься и привыкаешь. Реальная проблема возникает только с некоторыми врагами, которые криво сделаны. Как, опять же, тот самый босс-файт с парнем из Дикой Охоты. У них либо мувсет читерский, либо слишком много неуязвимостей, либо у них есть какие-нибудь суперудары, от которых невозможно увернуться и которыми они будут постоянно спамить. Но отдельный разговор. Это Гвинт. Когда я проходил Ведьмака 3 в первый раз в 2015-м, я на самом деле на него внимания совершенно не обратил. Ну, подумаешь, какая-то типичная мини-игра в игре. Как, не знаю, тот самый летающий футбол в воде в Final Fantasy X. Ну, или вставьте свой пример игры в игре. Но в этот раз я его всё-таки распробовал, и Гвинт просто офигенная часть третьего Ведьмака. Теперь я, наконец, понимаю, почему в 2015-м Ведьмака 3 называли, ну, неплохой такой мини-игрой в Гвинте. Это как отдельные покемоны. Ты путешествуешь по миру, играешь в картишки с лучшими игроками, собираешь рарные карты, строишь свои колоды, проектируешь конкретные билды. Это офигенно. И единственный минус здесь только в том, что в игре всего два турнира по Гвинту. В Пассифлоре и в Баклере. Причём первый довольно лайтовый. На чемпионате же в Тусенте я очень знатно запотел. Тем более там между играми сохраниться нельзя. Но дособрав карт, изучив колоду каждого соперника и поэкспериментировав со своей, я всё же разбил их. Но это всё, что есть, играть с рандомными крочмарями не так интересно. Однако я теперь, наконец, понимаю, почему же всё-таки они сделали из Гвинта отдельную игру. Жаль только он сейчас вроде как не пользуется особым спросом. Плюс мне не нравится, как они визуально перегрузили его. Везде всё движется. Все 3D-модельки, стол трёхмерный, всё анимировано. Очень сложно быстро, визуально получить нужную информацию. Мне больше нравится базовый вид Гвинта из Ведьмака 3. Наверное, после этого видоса я пойду играть в Троунбрекер. Он выглядит хайпом. Но после всего этого, после вот стольких часов кайфа, ты начинаешь задаваться очень ироничным вопросом. А почему, собственно, так мало? Почему CD Projekt Red прекратили развивать Третьего Ведьмака? Ну то есть, да, основная игра и два дополнения это просто тонна контента. 100 часов на эту игру выбросить вообще просто вот так вот изи. Но у них же так офигенно получалось, что им мешало фигануть ещё пару дополнений и какую-нибудь новую локацию. Новые мини-игры, новые механики, новые враги. Фанаты же довольны, фанаты хотят ещё. Деньги печатаются. В каком-то смысле, Ведьмак 3, по ощущениям, мне даже напомнил серию Якудза. То есть, есть вот конкретный персонаж и его история, но персонаж окружён кучей активностей. И Геральт вот играет в Гвинт, обустраивает винодельню, ищет ведьмачьи доспехи, да и ходит по шлюхам. Ну и там где-то ещё есть какой-то сюжет. В конечном итоге я разочарован тем, что у меня закончился контент. Хотя у авторов не было ни единой причины прекратить его выпускать. Я уверен, что инструментария не допилили, люди освоились движком, и производство новых дополнений шло бы ну как по маслу. Но в CD Projekt, скорее всего, просто не хотели прослыть заводом по производству дополнений для третьего Ведьмака. А зря. Да, в контенте, поставленном на поток, мало хорошего. Но и на заводах часто производят отличные вещи. А я ведь даже не требую от них каких-то невероятных сюжетов и гениальных новых механик. Мне просто нужен был повод, чтобы ещё немного пожить в этом мире. И снова, наверняка всё то же самое будет и с Cyberpunk 2077. Сейчас они только-только допилили движок под первое лицо, адаптировались, разобрались со всем. И они готовы работать. Они сделают пару дополнений, и я вам гарантирую, каждый из них будет огромным шагом вперёд по сравнению с основной игрой. И только-только всё начнёт нормально работать, как опа, а всё, Cyberpunk закончен, мы уходим на пятый Unreal. Во времена, когда уникальных движков осталось так мало, очень всё это печально. В общем, повторяю сказанное, до сих пор Ведьмак 3 выглядит и играется лучше многих новых игр. Главное, что меня удивило, что вот как технологически, так и с точки зрения дизайна и вот наполненности игрового мира, он до сих пор выглядит намного лучше даже новых экзов на PlayStation 5. Это меня очень сильно поразило, и это в целом очень многое говорит о нашей сегодняшней игровой индустрии. 7 лет — это очень долго. Но за эти 7 лет технологические игры практически не изменились. Если бы не появился Ray Tracing, то начало поколения PlayStation 4 и начало поколения PlayStation 5 вообще бы никак не отличались. При всём при этом содержательные игры стали только хуже. Ну то есть да, давайте не будем лишний раз спорить о ерунде. До сих пор уходит много интересных игр, много классного в инди-сегменте. Но я имею в виду вот центральные ААА — главные основные игры от крупных корпораций. ААА — игру масштаба третьего Ведьмака сегодня просто невозможно представить. Кто-то, возможно, придёт в пример экзо-сони вроде Horizon West Coast Customs, но это совсем не тот уровень. Гораздо меньше сюжета, гораздо меньше механик и разнообразия, как геймплейного, так и визуального. Собственно, это и разница между большой амбициозной ролевой игрой и, ну, просто дрочильной в Open World'е красивенькой. Ведьмак 3 — это игра мечты, которая внезапно получилась. И это большая редкость. И я, конечно же, осознаю, что если разобрать на детали, то по факту Ведьмак 3 — та же самая дрочильня в Open World'е, сделанная по схеме и по формуле. Но игра идеально создаёт иллюзию живого мира, где стражники на тебя рычат, вывески скрипят на ветру, крестьяне работают в поле и верят в какие-то суеверия, шлюхи в городе заманивают клиентов, идёт война, а Геральт просто на пути в очередную деревню за очередным заказом. Так что когда в следующий раз сумасшедшие в телеке начнут кричать «О, из-за этих клятых видеоигр молодёжь уходит в киберпространство и не размножается», я отвечу «Ну да». В реальной жизни меня же никто не позовёт на свадьбу, где я смогу пить водку, играть с карликами в карты и бегать за свиньями. А если такого не будет, то зачем такая жизнь вообще нужна? Время жизни Я даже начал, короче, писать пост в свой телеграм-канал и на полпути такой «Так, погодите-ка, это же отличный материал для видоса». Я понимаю, что это, возможно, не тот видос, к которому вы привыкли, тут типа мало какой-то информации, я же обычные истории рассказываю, какие-то технологичные. Но это то, что мне было важно и то, что крутилось у меня в голове. Короче, если вам понравился такой видос, пишите обязательно. В каком-то смысле это видео помогает мне как бы продолжить жить ведьмаком. Мне буквально в игре уже нечего делать. Я сделал всё, что мог, но CD Projekt сказали, что вот обновлённая версия выйдет в конце года, так что через 6-7-8 месяцев посмотрим, пройду игру ещё раз. Но благодаря этому видосу я могу ещё, наверное, несколько недель как бы окунуться в этот мир. Сейчас же придётся всё монтировать, собирать футажики, искать материальчики, как бы, ух, ведьмак никуда не уходит из моей жизни, так что чисто кайф. Если вы такие же любители, то обязательно пишите в комментариях, пообщаемся с вами вместе, так сказать, продолжим жить в средневековой Польше, бегать за полуденницами, бухать водку с карликами и дружить с прекрасной, красивейшей шаней. Спасибо за просмотр. Огромное тройное спасибо людям, которые поддерживают меня финансово на сайте Boosty. И увидимся в будущем. Я хочу увидеть агрессию Нивгарда собственными глазами, понять её и описать. Это будет мой опус магнум. Может, хоть кто-то, наконец, запишет войну такой, какая она есть. Без вымышленных речей и героических генералов. Напишет про насилие и бессмысленную жестокость. Видно, как не хватает тебе академического стиля. Насилие и жестокость – это детали, не имеющие значения для хода войны. Можно сказать, сопутствующий колорит. Скажи это людям, у которых сожгли дом.